Любой горожанин мог повлиять на новые правила благоустройства нашего округа. От мнения большинства зависела судьба поправок и изменений. Первым предложением прозвучало исключение термина «санитарного» в нормах по благоустройству. Термин «санитарное задержание» в следующий день, к сожалению, на мой взгляд, в моем правопозии действующем законодательстве не раскрыт. И отсутствие чётного трактования санитарного задержания может привести к тому, что я уже озвучил, это и коррупционные проявления, и назначение правил применения данных благоустройств. В итоге это предложение поддержали, но в основном привыкшие к пока ещё действующим нормам, уссурицы не спешили поддерживать нововведения. И на каждое предложение об изменениях возникали вопросы, которые требовали разъяснений. Вы должны где-то определить по согласованию с администрацией, с управлением архитектурой и так далее, свой такой пятачок, который вам разрешили установить на том расстоянии. Но вот этот пятачок под эту контейнерную площадку, он должен, конечно, быть в арене. Он в собственности не будет, тут налог никто не будет платить, но за то, что вы берёте его как дом, вы должны аренду платить. Это должно быть так. Жаркий спор вызывали вопросы, связанные с установкой площадок для сбора бытовых отходов. Нехватка земель при застройке иногда не даёт возможности установить мусорные контейнеры по нормам. В таких случаях жильцам приходится пользоваться позвонковыми машинами. В семь часов приходят, но без 15 и 7, 15 минут стоит машина. Люди работают и до 8, и до 9, понимаете? Ну, некоторые вообще одинокие, как говорится, ну, некому вынести. Значит, выходит вот так вот, раз, посмотрел, бросил и пошёл. Всё. И мы ничего не можем сделать. Для тех жильцов, где контейнерные площадки стоят с нарушениями СанПинов, юрист предложил брать земельный участок в аренду. Но в пример привели нестационарные объекты, которые благополучно пользуются территориями, без выделения отдельного участка. Так у нас размещаются рекламные конструкции. То есть нету никакого аренда. И ни один рекламный не переживает, что не придут и выручить рекламную конструкцию. Так у нас размещаются нестационарные торговые объекты. То есть у вас трёжки. То есть не выставляются земельные участки. Потому что разливать землю, ставить на кадастр, выделять два квадратных метра – это затраты, это непонятное вложение. Отдельными пунктами закреплены правила озеленения, а также благоустройство улиц и дорог. На очередном заседании Думы правила с внесёнными поправками депутаты округа рассмотрят и утвердят. Надежда Якушенко, Сергей Юдовиченко, Телемикс.